Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я, наверное, прочитаю немножко вашего текста, потому что мне не хочется перечитывать его. Мне кажется, что хоть вы и ничего такого особенно интимного не писали в нём, но, тем не менее, как бы озвучивать то, как вы к себе относитесь. Да? Озвучивать ещё раз то, как вы себя воспринимаете, я, честно говоря, не хочу. Вот. Поэтому, с вашего позволения, я не буду читать ваш текст целиком. Недавно решила обратиться за психологической помощью к специалисту, но осознала, что совсем не понимаю, какой тип специалиста мне нужен. Нужен ли вообще и какие у меня проблемы. Если вам не сложно, помогите, пожалуйста. Основная моя проблема – это нежелание жить. Ну, это в какой-то степени не нежелание жить как таковое. Это больше про запрет на то, чтобы жить. То есть вы себе запрещаете жить. Вот. То есть постарайтесь, пожалуйста, увидеть разницу между тем, что я жить не хочу, и тем, что я себе запрещаю. И, конечно, вы можете сказать, да, во всем разница. Ну, то есть какая разница. Дело в том, что человек по своей природе не может не хотеть жить, потому что он уже живет. Но вы, скорее всего, блокируете себе вот эти вот тенденции. Вот. Как вы это делаете? Ну, вы обесцениваете себя. У вас достаточно серьезные, как мы видим, проблемы с самооценкой, с восприятием себя. Вот. И, соответственно, отсюда такие трудности у вас возникают. При том, что вы, и это большой плюс, вы прямо говорите о том, что, ну, вообще-то, именно о суициде вы не думаете. Вы просто, вот, вам жить невыносимо. Вот. Следующее, на что вы обращаете, ну, обращаете внимание, это на то, что одним из ключевых моментов является то, что вы боитесь быть бесполезными. То есть, ну, тут, на самом деле, все вместе, конечно. То есть, ваше нежелание жить связано с тем, что вы чувствуете, что, ну, вот, быть полезным для вас не получается. Вот. Потому что, ну, чтобы быть полезным, да, нужно, чтобы люди как-то вот вас, ну, оценили, да, они не торопятся, не торопятся это делать. Вот. И, соответственно, вам от этого очень больно, вы пытаетесь как-то этого избежать. Вот. Ну, и в итоге убегаете вот туда, куда убегаете. Вот. Вы себя очень сильно оцениваете. Ну, в смысле, все время занимаетесь оценкой. Вот. Наказываете себя. То есть, считаете себя виноватой, не виноватой. Вот. Берете ответственность за других людей. То есть, если, ну, есть... Есть определенные у вас, видимо, элементы, значит, чувство вины. Вот. Так проявляется, в общем и целом, нелюбовь к себе. Вот. То есть, ну, можно сказать, что вот у вас... Можно сказать, что у вас есть сложности с этими чувствами. Вот. 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 Корректируется ли это? Да, конечно. Можно ли с этим что-то сделать? Да, конечно. Вот. Но это требует работы. То есть, ну, определенные вот в этом смысле психологические работы. Вот. А, ну, значит, вам вот коллеги рекомендуют обратиться к врачу-психиатру. Ну, вот. Я думаю, что, ну, да, обратиться можно. Вот. То есть, ну... В принципе, ничего, наверное, плохого не будет, не будет, если вы обратитесь к врачу. Ну, просто вот посмотрите немножко на свое состояние психологическое. Вот. Может быть, немного поправите его, если такая необходимость будет. Вот. То есть, тут нет ничего такого страшного. Ну, просто вот, чтобы вы как-то понимали, да, и... Ну, не... Ну, не демонизировали эту историю. Вот. А плохого здесь ничего нет. Вот. Ну, в целом, конечно, работать вам нужно с психологом. А вот... Тут, тут уже... Довольно много есть вариантов. Вот. Довольно много есть нюансов. Вот. Потому что... В зависимости от... Типа вашей личности, в зависимости от... Личностной организации, я бы сказал. Вот. Нужно будет подбирать... Ну, то есть, работать со специалистом. И... Я думаю, что если вы хотите это изменить, да, то есть, как бы, вот... Если вы хотите изменить, ну, свою жизнь... То, на мой взгляд, особо типом, как вы говорите, специалиста, да, Увлекаться не стоит. Там еще вам может помочь... На мой взгляд, любой специалист, любой психолог. Вот. Разными способами вы, в принципе, добьетесь результатов. Вот. То есть, как бы, это, на мой взгляд, Совершенно очевидный факт. Вот. Ну, другой вопрос, эм... Как вы сами к этому... к этому настроены, да? То есть, другой вопрос, вот... Как вы... А... Сами... Насколько... Насколько... Насколько серьезно вы настроены... Вы настроены... Работать, эм... Над... Ну... Над собой, да? Насколько серьезно вы готовы заниматься. Вот. Если серьезно... Если серьезно готовы, то, вообще, я не вижу... Как... Каких-то... Эм... Эм... Сложностей не вижу. Каких-то... Проблем... Эм... В этом смысле. Вы... Просто... Эм... Выбираете... Эм... Психолога. Эм... И... Эм... Начинайте работать, и... Все. То есть, тут, как бы... Ну... Мне кажется... Что вообще... Никаких... Эм... Препятствий нет. То, что вы задаете такой... Эм... Вопрос... Лично... Меня... Наводит на мысль о том, что... Эм... Возможно, вы не так уж... Эм... Прямо... Эм... Готовы работать. Эм... Вы хотите... Эм... Эм... Вот... Что называется... Около... Проблему... Обсудить. Я вас ни в коем случае не виню за это. Вот... Потому что... Вам может быть страшно... Эм... Эм... И... Скорее всего... Вам... Эм... Страшно... Эм... Эм... Дело... Эм... Дело... Дело... В том... Что... Эм... Эм... Хоть вам и не нравится... Эм... Эм... То, как вы живёте, но... Менять... Эм... Менять... Что-то... Эм... Менять свою жизнь, это... Эм... Всегда немножечко... Эм... Эм... Опасно. Вот... И... То, что вы можете... Можете вот... Боя... Бояться... То, что вы... Эм... Ну... Можете... Эм... Эм... Этого обращаться... Я бы сказал, что... Это вполне естественная реакция. Вот... Э... Естественная реакция именно вот... Эм... В вашей психике. Вот... Поэтому... Вот... Ни в коем... Эм... Эм... Ну... Ни в коем случае... Эм... 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 Не нужно забывать о том... К чему вы стремитесь... Эм... Ну... Вот... В... 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 Эм... Конкретный момент. Вот... Ни... 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 Эм... Ну... Движитесь... Вот... Потому что заблудиться в этом... Ну... Заблудиться в этом смысле... Эм... Эм... Довольно легко... Как мне... Кажется... Вот... Поэтому... Эм... Поэтому... Тут вот... Есть обязательные... Эм... Эм... Нюанс... Нюансы... Вот... Такого... Эм... Такого... Типа... На... Который я хотел бы обратить вам ваше внимание. И... Ещё один... Эм... Вопрос... Который я хотел бы вам задать... Он... Эм... Довольно... Простой, но... Эм... Простой... Просто звучит, но... Вот... Эм... Что вы будете делать, если вот этих вот... Эм... Эм... Четырёх проблем, которые... Которых... Вы назвали... Эм... Не будет... То есть... Ну... Просто... Что вы будете делать, как вы будете... Действовать, да... Эм... Вот... Чем вы будете заниматься... Эм... Вот... Вы пишите о том, что... Эм... 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 Для вас важно... Мнение... Эм... Других людей... Вот... Ну... Вы... Так вот... Пишите... Пишите... Эм... И... Важно, что о вас... Эм... Думают люди... Эм... 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 Ну... То есть... Вот... Эм... Увидите вы или нет, да? Что... У вас нет... Об... То, о чем я говорил... Эм... Вначале... У вас нет... Опоры на себя... Вот... То есть... Ну... Вы на себя... Вот... В этом смысле... Эм... Эм... Не опираетесь... Эм... Практически... Эм... Ну... Ну... Практически совсем... Практически совсем... Вы на себя не опираетесь... И... Мне только хочется вас спросить... Эм... 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 С чем... С чем это связано? Что вы на себя не опираетесь... С чем связано то, что вы... Эм... К себе... Вот... Так... Относитесь... Ну... Вот... Так как... Как относитесь... А вот... Эм... Ложь связана со стыдом, как, ну, как правило, вот, к сожалению. То есть, то, что вы лжёте, это простыд, вы не принимаете себя, вот, ну, в смысле, какие-то вещи, какие-то вещи, вот, в себе вам принять очень сложно, а я бы тогда, может быть, сказал бы, что и болезненно, ну, вот, ну, какие-то, какие-то вещи, вот, вами воспринимать. Вот, отсюда и ложь. Но, я повторюсь, что самое главное заключается в том, что почему-то, вот, другие люди вам возьмут себя. А у себя, у себя, вы сами далеко не на первом месте. Вот, как-то так. Агрессия присутствует у вас. Присутствует агрессия. Подавленная агрессия. Ну, вы пытаетесь, вы пытаетесь быть удобной для всех людей. Пытаетесь подстраиваться под, ну, других людей. И, естественно, что вам это даётся с трудом, вам это даётся очень тяжело, вот. И, конечно же, как результат, скапливается много негатива, много злости, много какой-то такой вот, ну, много недовольства, скажем так. Вот. Недовольства, которые вы себе запрещаете. Запрещаете проявлять. Но, довольно хорошо, вы потом её перенаправляете на себя. Вот. И, в общем-то, всё. В общем-то, всё хорошо. Только очень недолго помогают подобные, ну, подобные модели поведения. Вот. Потому что человеческие силы, они не безграничны. Отсюда у вас появляется аутоагрессия уже. Теперь. Вот. Вот. Как-то так. Ну, поверьте мне, от того, что я вам сейчас вот это всё рассказал, в вашей, ну, вот, в вашей конкретной жизни вообще ничего не изменится от слова совсем. Вот. То, что вы об этом узнали, ничего в вашей жизни не изменилось. Вот. Продолжение следует...